ну здравствуйте сегодня я покажу вам все уксусы которые я приготовила это у меня 5 уксусов я просто выставила по одной банке первый уксус у меня есть видео это уксус из цветов одуванчик он у меня стоит такой баночки и там образовалась матка как я уже рассказывала эта матка уже довольно таки большая она где-то 2 сантиметра и ее можно применить для приготовления следующих уксусов этот уксус у меня стоит уже несколько месяцев он уже готов к употреблению но чем дольше выдерживается уксус чем дольше он у вас стоит это как вино тем он насыщеннее становится вкуснее и полезнее этот уксус у меня несколько банок уксус из листьев одуванчика также на моем канале есть видео приготовление уксуса из цветов из листьев одуванчик этот уксус у меня стоит где-то месяц уже там образовалась несколько банок тоже там образовалась тоже вот такая же матка ее можно приготовить применять для приготовления следующих уксусов можно достать уксусу ничего от этого не сделается там может образоваться еще одна банка я обратила внимание что уксусная матка образуется лучше всего в именно в такой вот емкости в банке где широк широкое горло в бутылках как-то не всегда она появляется я одну порцию перелила в литровую бутылку в темную и обратила внимание что уже прошло больше месяца там матка у меня не выросла а вот в таких вот даже маленьких баночках вот всегда образуется матка следующие три уксуса эти отодвину это уксус из банана у меня была литровая бутылка для приготовления почти 800 грамм у меня приготовилась обратите внимание но я здесь на крышечке написала что уксус у меня из банана и дата приготовления месяц там июль я всегда все уксусы закрываю металлической крышкой когда они уже готовы и на обратную сторону я ложу салфеточку чтобы не было там металлической основы в этом уксусе у меня уже тоже образовалась матка вот вы видите там есть немного осадок но это ничего страшного этот осадок никак не влияет я этот уксус как первый раз процедила залила и оставила там осадка не было она постепенно постепенно все это садится на дно то что там еще немножечко осталось следующий уксус и я процедила там осадка нету здесь я не стала трогать так как у меня здесь стало также расти матка если я начну сцеживать то эта матка она пойдет просто на дно и неизвестно поднимется она потом или нет и вот так вот плотненько закрываю все эти уксусы и стоят они у меня в темном месте где-нибудь в шарфу следующий уксус это клубника вот у меня получилось двухлитровая банка когда вы все это например я расскажу еще раз повторю клубнику я сцедила на дуршлаг состелила на дно дуршлага марлю и все это сцедила клубнику я выбросила а уксус я перелила вот в такую банку он у меня несколько дней стоял потом я опять его процедила через ткань можно через хэбэшное полотенце и марлю сложила я в несколько раз и процеживала уже вот через такое вот совершенно тоненькое сито положила сюда марлю и сцедила тот осадок который там был он остался я его вылила там может тоже когда вы приготовите уксус и сольете его если у вас нет матки вы просто эту массу которая у вас была оставляете и со временем там начнет образовываться такая вот еле заметная пленочка вот в том квасе который будет для приготовления уксуса желательно ее не трогать со временем там вырастет матка естественно первый раз приготовлению уксуса будет немного занимать больше времени но потом вот эти все матки я их сложила отдельно можно сложить их банку залить водой тоже у меня есть видео как хранить матку и следующее приготовление их можно уже добавлять и тогда уксус приготовиться через месяц первый свой яблочный уксус я готовила три месяца это минимум он у меня готовился без матки но он много места не занимает он себе стоит трогать его не надо надо просто накрыть марлей чтоб туда не попадали ножки и просто ждать клубничный уксус получился с вкусом клубники очень тоже интересный вкус банановый уксус у меня получился все-таки с такой ноткой банана и это очень чувствуется следующий третий уксус который я готовила это уксус из дыни у меня два литра также получилось здесь также я несколько раз когда осадок появился я через несколько дней день-два он стоит он оседает этот осадок что вниз на дно вы увидите я его также процеживала через ткань через марлю несколько раз через такое вот совершенно мелкое сито и перелила в чистую посуду помыла ее и перелила обратно также я закрываю такой же крышкой большой только сюда надо всегда ложить салфетку и плотно закрывать каждый уксус имеет свой интересный вкус но мне больше всего понравился уксус цветов дубанчика он очень нежный из листьев дубанчика вы можете еще сейчас приготовить листья одуванчика можно собирать до поздней осени он получился у меня немного светлее но он немножечко насыщенней в отличие от уксуса из цветов сейчас как раз сезон сливы сезон марили это абрикосы и можно также приготовить из абрикос уксус из сливы уксус если я решил приготовить уксус из абрикос или из слива я тоже буду готовить небольшое количество ну где-то вот такую литровую баночку и поделюсь информацией уксус из листьев одуванчика все таки рекомендую приготовить потому что именно уксус из листьев из цветов из корней одуванчика которые надо собирать в августе где-то сентябре этот уксус он очень хорош для профилактики онкологических заболеваний особенно для груди женской он также очень хорошо восстанавливает это организм после физиотерапии относительно других уксусов я могу сказать то что каждый уксус из любого фрукта он усиливает и перистальтику кишечника он также восстанавливает желудочно-кишечный тракт и очень хорошо для всей семьи утром выпить стакан теплой воды а потом приготовить например литровую банку обычной воды или теплой воды не горячей налить туда на стакан приблизительно 2 столовые ложки и можете утром пить потому что утром пока вы еще не кушали этот уксус будет работать лучше всего также можно пить во время еды это у кого проблемы с кишечником когда еда забрасывается в желудок я не знаю как это все происходит но это способствует восстановлению также этих желудочных проблем на вечер перед сном тоже можно выпивать стакан уксуса так как он способствует снижению веса и также очистки кишечника кишечник очень важно содержать в хорошем состоянии потому что живот это жизнь все наши блага и все проблемы которые у человека начинаются начиная с лица и заканчивая другими сбоями в организме это все идет от кишечника даже если у вас болит позвоночник надо всегда очистить кишечник вот такие уксусы они очень мягко и легко помогают очищению кишечника если же у вас серьезные проблемы язва желудка в период обострения лучше не принимать уксус но когда у вас процесс обострения пройдет можно начинать с чашки или стакана воды и туда просто ну чайную ложку самый минимум добавляете уксус и после приема воды стакан воды один-два стакана воды утром это включает ваш кишечник вода утром это как бензин для автомобиля для того чтобы машина ехала значит надо туда залить бензин также и наш организм для того чтобы все было хорошо чтобы кишечник начинал работать чтобы все функции организма включались нужно обязательно выпивать стакан воды неважно какую вы воду будете пить холодную или теплую или горячую каждый может выбрать для себя лучше всего конечно теплая вода но это очень поможет вам держать свой организм свой кишечник в порядке потому что кишечник жизнь живот жизнь под жизнь я желаю вам всего самого хорошего подписывайтесь на мой канал я буду вам очень благодарна и если у меня будет еще какая-то очень интересная информация я обязательно запишу видео то что я применяю то что уже проверено то что действительно на как бы воздействует очень благоприятно на весь организм человека до свидания все это все жизнь